Моторадио представляет Автоклуб Тему про аварии Не будем сейчас с пострадавшими Хотя не суть важна Сегодняшняя тематика Как себя вести Если ты попал в ДТП И таким образом это случилось Что аварийная машина твоя А может быть две, если их две было Или наезд на препятствие Может еще и препятствие Занимает, перегораживает проезжевые части Особенно если общественный транспорт И вот здесь множество разных незнаний Как всегда И общественный транспорт стоит Мат-перемат Люди идут пешком Все в тебя бросаются Пинаются А ты дура На своем этом Митсубише Ну к примеру Или дурах Какая разница Люди не знают как себя вести Многие помнят еще со времен СССР Что нужно дождаться ГИБДД И вот ГИБДД И тогда если А если я сейчас съеду Как мне тут все советуют То значит я не получу страховку Не получу В общем вот такой салат в голове Прошу Да, все верно, Саша Сейчас боятся Думают Так, если я что-то Какое-то из пунктов не сделала Потом страховая мне откажет Потому что действительно Было много случаев Когда что-то недооформлено Недофотографировано Или неправильно сфотографировано И страховая говорит Ну тут непонятно Кто там прав Кто виноват Мы не выяснили Так как вы сотрудников не вызывали То так обоюдно Никто никому не платит Например Вот Поэтому люди боятся до сих пор И ждут сотрудников ГИБДД Ждать они могут очень долго Как мы с тобой выяснили Да? В нашем разговоре за кадром Долго ждут Почему? Потому что Приезжают они в основном Как ты сам мне рассказал Да? Ну самое первое дело Это ДТП с пострадавшими Это полиция Бывает так Что на целый район Там 2-3 экипажа Район огромный Какой-нибудь там Комендантский аэродром Например там куча Плохая погода Масса толчков этих ДТП Все звонят в полицию У полиции огромный список адресов Но Если ДТП с пострадавшими Мы понимаем что туда в первую очередь А во вторую очередь На ДТП с общественным транспортом Где он стоит Где он стоит Да Поэтому люди боятся И говорят Блин сколько будет ехать Не знаю Сколько будет Что лучше сделать Оформить или отъехать Либо дождаться Что же мне делать Здесь конечно нужно не бояться Потому что если ДТП с общественным транспортом Там можно очень сильно финансово пострадать Потому что например Если это трамвайные пути Все трамваи встают сразу Либо если это Например там 2 полосы для движения Троллейбус ходит И никак не объехать Может быть там разделительная полоса И троллейбусу никак не объехать То все троллейбусы тоже в ряд выстроятся Соответственно это потеря для парка Потому что не перевозить пассажиров в простой Сбитой схемы Да полностью Движение И тогда транспортная компания Вполне себе Спокойно подает в суд И возмещает убытки По среднему смотрит Сколько они могли бы перевезти пассажиров За это время И выставляет вот такой вот счет водителя Но он может быть очень такой И неприятный Внушительно Особенно если это трамвай И это час пик какой-то Когда чаще трамваи ходят Чем обычно Чем днем Например Это например вечер или утро Вот То можно очень сильно Как говорится сейчас Попасть на деньги На бабло попасть Поэтому Давай выясним Тысяч сто Может быть Ну у меня вот девочка На миллион пострадала На миллион? На миллион рублей Ребята Аккуратнее там Да Ну считай Что у нее машина Миллион стоила И на миллион она пострадала Как раз Потом она мне уже рассказала О том что Что же я не догадалась Там Съехать В общем Потом ей пришлось Восстанавливать нервы У меня После такого Значит надо выяснить В каком случае Можно отъехать В каком случае Отъезжать нельзя Если у вас Пострадала машина Несерьезно И все понятно Кто прав Кто виноват Оба водителя согласны Например Допустим Даже с трамваем Не всегда трамвай прав Как многие считают Не всегда Если ДТП Например с трамваем Произошло Оба водителя согласны Например водитель автомобиля Говорит Да это я виноват Извини Не заметил тебя Такого большого железного Трамвай говорит Да ты виноват У трамвая Не забывайте Тоже есть видеорегистратор Который все снимает Дальше Не повреждены Никакие Опоры Какие-то установленные Разделительные Какие-то бордюры Столбы То есть Дорожная инфраструктура Не пострадала Страховка есть Естественно У обоих То можно Отфотографировав Все Отъехать И не мешать Проезду трамвая Вот здесь момент Я слышал Что нужно При этом написать В свободной форме Бумажку Что как бы Согласны С вот этой Задокументированной Диспозиции Или нет Нет Ну мы конечно Берем контакты Водителя трамвая Чтобы если что Он говорит Да-да-да Я приду И все это Надо договориться Если водитель трамвая Не договаривается То тогда конечно Лучше позвонить По 112 Они сейчас Нас консультируют Сообщить о том Что произошло ДТП С трамваем Так и так Вот в таком-то районе Они сами переводят Даже на сотрудника ГИБДД На дежурную часть Спрашиваете Что мне делать Вот такая ситуация А водитель трамвая Говорит Никуда я не поеду И вообще буду здесь стоять Ну или как-то Не согласен Потом дать показания Отъезжать мне или нет В этом случае Сотрудники полиции Вас проконсультируют Они говорят оставайтесь на месте Там ситуация непонятная Мы приедем посмотрим Либо говорят Да все нормально Запротоколируйте Сфотографируйте И отъезжайте Если мы трамвай исключаем Вот две машины Столкнулись на трамвайных рельсах И трамвай не пострадал Все ждут Когда же мы уберем машины Мы должны Вот я врезался в другого Ну не сильно там Поцарапал например Да Должны мы с ним Какую-то мировую бумажку написать Пока вы все оформляете Никто не должен Вот если вы разъезжаетесь Насовсем То есть если вы говорите Так давай отъедем Отфотографировав все Да Видео сняв Вокруг Все Посмотрев Спросив У тебя есть страховка Да У тебя есть страховка Да Тогда давай отъедем Чтобы не мешать Проезду трамваев А то мы еще можем Вплоть до миллиона Попасть на то Что мы тут перегородили То есть мы не должны Писать бумажку Чтобы мы Пока вы не разъехались Взаимно не против Того что мы машину убрали Теперь нет Раньше просто Видео и фотофиксация Она не принималась Судами Не судами Да Не на Дознании Когда там например Ты не согласен с чем-то И он там не согласен Ты попадаешь к дознавателю Твое фото видео Не принималось Сейчас все это принимается Поэтому все Отфотографировали Сделали Можно даже через Госуслуги Авто У нас такая есть ситуация Если человек зарегистрирован На госуслугах Вы зарегистрированы Все это отфотографировать Можно и там И даже не ездить Страховую Все это передается Страховой компании Все оформляется удаленно Вот Можно это делать И нужно делать Потому что если вы не уехали А там была какая-то ерундистика Приехала ГИБДД Еще и оштрафовала каждого На полторы тысячи рублей За то что Они не убрали Да и создали пробку И мешали проезду транспорта За то что не убрали А теперь уже все Тебе как психологу То есть я туда попал То есть я попал в ДТП Меня же еще и оштрафовали За то что я не уехал Я и так весь поврежденный Мучаюсь И еще и тут попадаю на деньги Получается Из-за Из-за собственного незнания Да То есть вот о чем мы и говорим сейчас Что нужно помнить Что за это могут наказать Вот Да за это могут наказать Но вам нужно убедиться Вот в некоторых вещах Что действительно Вы там оба согласны И претензии не имеете Друг к другу Вы не повредили Никакие объекты инфраструктуры Повреждения Не серьезно Если там Ну в хлам там бывает Что машину просто не отодвинуть Из-за того что она уже не едет Например Ну я думаю тут и претензий не будет У трамвая Я тоже думаю что там Ну да беда Вот И поэтому если так Оба согласны Отъедете Оформляете Не мешаете И тогда вас никто не оштрафует Если оба пошли в отказ И говорят Не ждем ГИБДД Там у меня какая-то мелочь Но мы будем тут создавать пробку Мне плевать Не надо было со мной сталкиваться И пошел на принцип Это штраф для обоих Просто имейте это в виду Сейчас отфотографировать И все заснять можно И это будет приниматься Не забывайте про камеры видеонаблюдения О которых мы с тобой говорили Хорошо Два человека Один вот пошел на принцип А второй нормальный Слушает наши передачи Он взял Отъехал И встал тут на варичке сбоку Ждет там Ну предположим полицию Да Получается что один Как бы отъехал с места ДТП Нет Вот в этом случае Если второй не согласен с чем-то И говорит Нет ты виноват Это все ты И так далее То вот в этом случае Нужно позвонить И уточнить Отъезжать или нет Потому что вот этот не согласен По идее Когда второй не согласен Отъезжать нельзя Потому что полиция должна Проверить Траектории Посмотреть метраж Замерить Один не согласен Значит это все Тогда возвращаемся К моему главному вопросу Да Что если мы не написали Друг другу здесь же бумажку Что мы сейчас вместе С Иваном Ивановичем Вот вторым водителем Мы отъезжаем Сейчас с трамвайных путей И мы не имеем К друг другу претензий По факту этого отъезда Вот если мы такую бумажку Не написали То получается Если я отъехал То второй пишет Что я покинул место ДТП Получается Или как Нет ты же отъехал Ты же не уехал Ты просто отъехал С Богу Ты же не уехал вообще Нет не уехал Да И вот это раньше работало Пока у нас ни камер Не было ничего Если уж ты так хочешь Можно не обязательно писать бумажку Сними на видео То что он скажет Ты ему на видео говоришь Иван Иванович Согласен сейчас отъехать Извини для протокола видео Отъезжаем Оформляем Претензий не имеем Отъезжаем Да Вот Да Он говорит Да все окей Все у тебя есть видео Где он это сказал Не обязательно даже бумажка Когда нельзя было ничего применить Не видео Запись Не аудиозапись Так все показал Заснял Отъехал Но в основном люди В адеквате сейчас Вот И сами понимают Что еще и гаишники приедут Та-та-та Сделают За то что ты тут встал Создаешься проблемы Давай подведем итог еще раз Значит если повреждения маленькие Да Несерьезно Но случилась авария На трамвайных путях Ну неважно Или там На мосту Где-то еще Троллейбус не объехать Например И получается Ну такая очевидная задержка Движения общественного транспорта То Если повреждения маленькие Никто не пострадал А вы тут продолжаете стоять Как сволочь То Ждите штрафа Ждите штрафа Да Вот И всегда нужно полюбовно Спокойно Объясниться со всеми участниками И отъехать И не мешать И подождать полицию Если он так хочет А можно в принципе И вообще разъехаться Если вы там Обменялись этими Страховыми Один говорит Извини я дурак Да Все согласен Пишу Вместе все заполнили Проверили друг у друга Как кто заполнил Уже отъехав Отъехав Да Все это заполнили И говорите Ну все там Извини извини Все Можно еще дополнительно Написать что претензий Не имею Можно отдельную бумажку Но когда уже все оформили Все сделали Но для своего спокойствия Это можно сделать Выезжаешь ли ты на место ДТП Успокаивать плачущих девушек Это я просто так спросил Не но мне бывает Звонят что Спрашивают там Кто-то знакомый попал Или фотографии присылают Что делать Конечно консультирую Так консультирую Бывает да К сожалению Да И всегда говорю Успокойтесь Все нормально Все сейчас решается Страховые компании есть ДПСники есть Все почему-то боятся Приезда ДТП Как будто просто сразу же Они приезжают с автоматом И вас расстреляют Нет это их В некоторых случаях Может это необходимо Да Но Нет Они так не сделают Так что все нормально Все решаемо И в конце концов Нервы дороже Так что друзья Если не дай бог Случилась неприятность И ничего не бойтесь Слушайте наши подкасты И Мы вас успокоим Пользуйтесь Да Пользуйтесь этими знаниями Спасибо большое Татьяна Ермакова Автоинструктор Автомобильный психолог И преподаватель на Моторадио В рамках программы Автоклуб Спасибо И до новых встреч Счастливо Пока Моторадио представляет Автоклуб